Факультет управления и политики МГИМО впервые в приемной кампании 2017 года запустил новую программу в Одинцовском кампусе. Чему будут учить студентов и в каких иностранных университетах они смогут пройти стажировку? Расскажет декан факультета управления и политики МГИМО Генгель Сардарян. Это интервью 360. Генрид Тигранович, расскажите про факультет управления и политики. Почему именно эти две области слились в одну на вашем факультете? В действительности факультет в своем роде уникальный, потому что сочетание этих двух предметных областей, сфер деятельности, управления и политики продиктовано очень большими изменениями, которые происходят не только в образовательной среде. Нам постоянно необходимо совершенствоваться и создавать условия для того, чтобы наши выпускники были конкурентоспособными. Это первая движущая сила наших реформ и тех изменений, которые мы проводим. Фактически мы объединили очень востребованную на сегодняшний день специальность государственное и муниципальное управление. Среди наших выпускников три губернатора, члены Совета Федерации, члены правительства Москвы, правительства Московской области. И специальность эта очень прикладная. Там большой объем правовой, экономической подготовки. С недавних пор мы туда активно начали уже внедрять и дисциплины, связанные с политическими науками. И в конечном счете на сегодняшний день мы вышли к тому, чтобы объединить вот это направление с направлением политология, которое в нашем университете является одним из вообще в рамках Российской Федерации. Это первый факультет был политологии, который был создан в ГИМО. А та научная школа, которая за это время была создана, является без преувеличения лучшей в Российской Федерации. И те ученые, которые работают на кафедрах, которые с 1 июля станут частью факультета управления и политики, это гордость не только нашего университета, но и нашей страны. И традиционное такое направление, которое тоже наш факультет реализовывает, это направление международное отношение, которое тоже будет реализовываться по программе «Мировая политика» в бакалавриате и программе «Международное гуманитарное сотрудничество» и, кстати, внешние связи регионов в магистратуре. Это то, чем наше направление МО отличается от традиционного факультета МО, который существует на протяжении долгих десятилетий, там фактически с него начался наш университет. Вот сочетание, объединение этих направлений в составе единого факультета нам позволяет сегодня говорить о том, что мы будем выпускать уникальных специалистов. Какие проекты вы реализуете с иностранными партнерами? Насколько я знаю, у студентов есть возможность стажироваться в зарубежных вузах. Вот про это расскажите. Есть такая возможность общая для МГИМО. У нас уже, по-моему, за вторую сотню перевалило количество вузов-партнеров за рубежом, с которыми мы работаем. И есть традиционные партнеры именно нашего факультета. Это в данный момент университет города Мочерата, один из самых древних университетов Европы. Он был основан в XIII веке. Согласно рейтингу Министерства образования Италии, это третий вуз в Италии по направлению политической науки. И первый вуз в Италии по интернационализации, то есть по созданию условий для обучения иностранных студентов. Что, в общем-то, мы имели возможность узнать и на личном опыте, потому что уже на протяжении пяти лет, даже больше, не пяти, семи лет, наши студенты ездят туда в рамках бакалаврского обучения. У нас с ними двойная магистрская программа, в рамках которой они там проходят стажировку и в правительстве региона, и в торгово-промышленной палате региона Марки и в различных достаточно крупных корпорациях этого региона. И в прошлом году мы запустили единственную в истории нашей страны двойную аспирантуру. Никто никогда ничего подобного не делал. Вы имеете возможность поехать на год в Мочерату, вернуться к нам в МГИМО и на выходе самостоятельно выбрать, хотите ли вы защитить PHD в Италии или кандидат политических наук у нас в университете. Это наш традиционный партнер. Наше сотрудничество с ними запускалось, когда я еще был студентом и встречал этих гостей. Я помню, мы вышли на достаточно высокий уровень сотрудничества. И эта возможность будет предоставлена и студентам нашего Одинцовского кампуса. В Одинцово мы, начиная с этого лета, будем реализовывать две программы бакалаврских. Одна программа по направлению государственного и муниципального управления, называется управление и маркетинг территорий. Вторая по направлению политологии. Это новая программа. Она называется национальная и региональная политика. На кого эти программы направлены? То есть как должен выглядеть ваш потенциальный абитуриент? Человек должен быть очень ответственным и настроиться на достижение самого высокого успеха в своей отрасли, который только можно себе представить. Мы обе эти программы реализуем именно здесь, в кампусе, не случайно. Мы здесь реализуем принципиальные иные образовательные программы, которых нет в МГИМО. В том, что касается управления маркетинг территорией, это уникальная, в общем-то, на выходе профессия. Я не знаю, в нынешних условиях, в таких масштабах, есть ли другая образовательная организация, которая могла бы готовиться для субъектов федерации специалистов, которые были бы в состоянии привлекать иностранные инвестиции в регион. То есть грамотно, квалифицированно оценивать инвестиционную привлекательность региона, той или иной территории этого региона, создавать условия, налаживать контакты для того, чтобы в регион шли инвестиции. А я думаю, это не, конечно, и для Московской области чрезвычайно важный фактор, но и для любого российского региона это сейчас является одним из приоритетов. Мы хотим готовить специалистов, профессионалов именно в этой сфере. Это такой комплексный подход должен быть. То есть это не только демографы, это не только социологи, это не только экономисты. Мы исходим из того, что самое комплексное представление в этих процессах может дать направление политология. Научным руководителем этой программы будет заведующая кафедры политической теории Татьяна Александровна Алексеева, заслуженный деятель науки. И мы очень содержательно сейчас работаем над развитием нашей базы, которую мы создаем здесь, в Одинцово. Мы ей придаем очень большое значение, потому что здесь мы получаем возможность для развития совершенно принципиально новых образовательных программ. Я думаю, что наши ребята, которые сюда поступят, они не то, что не будут разочарованы, они будут очень сильно удивлены теми возможностями, которые мы им предоставим. Где выпускники вашего факультета смогут работать? Именно оденцовских программ или вообще? Да, оденцовских программ. Выпускники в первую очередь, конечно, настроены на то, чтобы идти в различные ведомства, которые занимаются развитием инвестиционных проектов в Московской области, внешними связями, почему нет. Да и, в общем-то, аппарат правительства, почему нет. Мы не ограничим этих ребят только региональными органами, только органами субъектов федерации. Абсолютно нет. Но это тот базис, на который мы этих ребят готовим. Я думаю, что этот опыт, который могут приобрести выпускники проработав на региональном уровне, он является таким хорошим трамплином, хорошей основой для того, чтобы затем перейти на достаточно высокие должности в органах государственной власти. Не хочу создавать такого впечатления, что наши выпускники – это только исключительно чиновники. Это абсолютно не так. Зачастую половина наших выпускников уходит затем в частный сектор и очень хорошо себя там находит. Какие предметы нужно сдать для поступления в Оденцовский кампус? И будет ли внутренний экзамен по иностранному языку? Внутренний экзамен не предполагается. Для того, чтобы поступить на программу управления маркетинг территорий, необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, английскому языку и профильную математику. По политологии, то есть программу национально-региональная политика, необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, английскому языку и истории. Спасибо за интересную беседу. Спасибо вам.